друзья получается что не зря я вам много так рассказывал про сказки и не зря вся эта моя работа над выпуском сказок которые которые напомню вам собирала в девятнадцатом веке русское географическое общество президентом которой этой организации рго является президент россии владимир путин все вы прекрасно слышали многие сми это тиражировали его слова про русские сказки где он сказал мерзни мерзни волчий хвост применительно к сегодняшнему дню штрубный газ всегда на порядок на несколько порядков более конкурентно способен чем сжиженный природный газ привозимый через океан если они считают что им и такие преимущества не нужны но ничего это нас никак не смущает потому что потребность в энергоресурсах мире очень большая лимитирование цен на наши скажем энергоносители кто-то там принимает какие-то решения абсолютно тупое решение если она кто-то попытается его реализовать ни к чему хорошему для тех кто принимает это решение не приведет ни газ не будем поставлять ни нефть ни уголь мне это оптичный мазут ничего не будем поставлять мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства но если кто-то попытается нам что-то навязать то хочу отметить те кто нам что-то навязывают не в том положении находится сегодня чтобы диктовать нам свою волю пусть одумаются им нам останется только одно только одно как в известной русской сказке приговаривать мерзни мерзни волчий хвост президент президент россии нужно это четко понимать не обратился какому-либо другому образу он не стал цитировать каких-нибудь ангелов архангелов каких-нибудь страста терпцев или еще каких-то святых или других служителей библии или может быть какого-то эпоса он обратился впервые возможно впервые но по крайней мере я другого варианта не слышал он обратился впервые к русским народным волшебным сказкам я еще раз напомню что сказки правильно называются русские народные волшебные сказки значит по терминам что такое сказки это до девятнадцатого века было то что являлось государственным документом правом издавать сказки наделялся человек только от власти и только властью сенсорами сказок для выпуска их в свет являлись генералы генералы и не ниже это была плюс еще и идеология идеологии тогда заключалась в том что в этих самых сказках народная мудрость обретала свое живое явление она впитывалась и собиралась по всей территории нашей страны того времени центральной россии где эти сказки пересказывались друг друг в устном режиме и записывались в письменном и вот этими плодами этого мышления народа всего народа пользовались руководители того государства и сейчас начинают пользоваться руководители нынешнего государства как мы видим это в случае с президентом россии владимиром путиным советское время сказочная отрасль была отдана на откуп ближнему востоку и все эти толстые и тому подобные они извращали русские народные сказки приписывали им иностранное происхождение как например сказка про буратино про чаполина про других каких-то золушку и тому подобное все это все это вот эти товарищи с ближнего востока так называемые советские писатели они все это отводили туда мол нас просвещала это самая европа на самом деле все это советского периода вот этих сказочников не нашелского не русского происхождения ложь потому что уже в издании афанасьева а они собирали сказки которые записывались и в семнадцатом и раньше веках уже все эти сказки были я уже говорил и о золушке была сказка прямая и они знайки только он назывался не знайку и не конечно никакой носов ближневосточный носов конечно здесь автором не является потому что уже на руси до его рождения за несколько веков была такая сказка все ее знали тоже касается и буратино это тоже никакая не итальянская сказка у нас она называлась просто сосна богатырь от сосна от название дерево сосна которая и явилась тем самым поленом из которого сделали этого богатыря вот и вся фишка только у нас это был богатырь который ходил на тот свет и завоевывал красавицу а у них это оказалось деревянные кукла которые тоже ходила на тот свет карабасу но не за красавицей а за бабосиками за бабосиками потому что у них там на западе кроме бабосиков никаких красавиц других нет и вот возвращаясь к нашему президенту я хочу еще раз отметить то что он сказал вроде бы всем известную сказку присказку из нее мерзни мерзни волчий хвост на самом деле этих сказок вот именно об этом сюжете у афанасьева больше двадцати и там по-разному они еще группируются но это как раз первые сказки из его самого сборника напомню как собирались русские народные сказки в девятнадцатом веке в начале девятнадцатого века люди те которые считали себя русскими научными деятелями тогда вообще-то наука слова не было они считали себя общественными и духовными деятелями так вот они собирали сказки по разным областям россии я в своей книге сказки из библиотеки ивана грозного второй том который вышел не так давно построил эту территорию флажками отметила тех самых сказок где в каких территориях они были собраны а собирали уже окончательно эти сказки работники русского географического общества которое и было для этого организовано понимаете какая фишка то есть руководство страны тогда специально организовала общество которое собирало русские русские волшебные народные сказки я сейчас обращаюсь к вам дорогие мои зрители чтобы уведомить что ли вас что я попытаюсь пробиться туда в русское географическое общество со своими докладами чтобы делать их для масс там в живую на новой площади как это иногда происходит мне каждый месяц шлют расписание этих докладов ну честно говоря там доклада не очень хочется слушать потому что они все не настолько идейные насколько могу допустим сделать я доклад потому что я занимаюсь той деятельностью которая является государство образующие вы наверное это заметили ну и хочу по русским народным сказкам сделать несколько таких официальных докладов чтобы немножко как бы закрепить успех русского географического общества на этом поприще все-таки прошло смотрите сколько времени уже скоро 200 лет будет но 180 скажем так как это все произошло и на самом деле это большой юбилей и почему бы не донести содержание нынешних сказок точнее сказок того периода в нынешней обертке идеологической и художественной почему бы не донести это до наших средних властей и до всего остального человечества который живет на нашей территории конечно иностранцы там ничего не поймут потому что у них мозг на десятую долю работает и он совершенно не так образован там тоже одни бабосики только убийство поэтому им и была дана это библии чтобы они понимали где и когда можно кого убить чтобы отнять у него имущество и чтобы это все было правильно и где скрыться поэтому наши сегодняшние все вот эти вот звезды и премьер-министры вице-премьер-министры точнее поэтому они все уехали туда куда уехали с этими с нашими бабосиками потому что они читают библию и знают куда нужно ехать чтобы спрятаться от правосудия здесь где они воровали отрадно что президент россии начал на весь мир пользоваться образами сказок потому что в сказках такая мудрость такая мудрость я не то что вас пытаюсь как-то уговорить но когда я впервые погрузился в реальные тексты в настоящие тексты записанных у народа и в народе сказок я тогда обалдел обалдел вот этой самой мудрость и как кроме как не ее что именно можно себе брать на вооружение в таких местах как например тот самый форум дальневосточный это я уже говорю опять о президенте что можно вообще брать для такой демонстрации мудрости многовековой и многонародной если это не русские сказки ну просто другого нет ничего чтобы могло быть сопоставимо по уровню интеллекта с русскими народными сказками некоторые скажут дела на сказки писали для детей не нет вы просто не знаете вам перепрошили прошу прощения мозг как раз вот те самые толстые и всякие бианки вот кто там из них писал это говнище извиняюсь за выражение которые они несли в массы вот они и писали для тех самых детей типа европейских которые тоже на бабосиках и там на всяких гендерных и половых отношениях завязаны у нас на руси это были еще раз повторюсь официальные документы а там уже все вот эти братья грим шарли перо они уже думали что это все шуточки не вне владея русским языком они переводили это все на свой лад заворачивает для развлечений детишек потому что им привозили отсюда эти сказки во время наполеоновского нашествия и они получали эти сказки как трофей как оплату текста этих сказок как оплату за свои какие там юридические услуги ну так по крайней мере братья грим поступали и естественно вот они переделали такие сказки в такую дурацкую обертку у нас здесь все по серьезному поэтому еще раз говорю я очень рад что на этих днях президент россии владимир путин начал обращаться и обратился к текстам сказок я очень рад потому что там кладезь мудрости повторюсь в тысячный раз и я думаю что эти образы которые он будет вытаскивать или ему помощники вытащут из русских народных волшебных сказок они будут сильно продвигать его политическую ипостасть и туда на запад и туда на восток потому что на востоке то они типа мудрые все тоже обращаются к своим каким-то мифам которых у них нет не забывайте что на востоке сказок нет на западе сказок нет есть только сказки в центре вот в центральной части это на руси и немножечко немножечко вот где-то вот чуть-чуть совсем по краям а в остальных народах есть немножко эпос немножко есть эпос который оговаривают одну две три темы повторяя русские народные сказки потому что видимо либо это были какие-то заимствования либо переселения а весь куст русских народных сказок и всей этой мудрости другие страны не имеют поэтому я думаю что владимир владимир что-то все знает и намеренно так использовал русскую народную сказку для того чтобы все эти переводчики донесли ее на своих языках до своих боссов во всем мире вы представляете сколько переводчики старались сколько было переведено русской сказки вот этого образа на языки мира у нас по моему 200 или 220 или 250 государств и вот на все эти языки был сделан перевод вот такая вот она политическая идеологическая реклама прошла не очень заметно